Всем привет-привет, ребята! Меня зовут Женя Гейн, кто не знает. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, что находится в моей пляжной сумке. Это видео совместно с Кариной Нигай. Мне очень нравится Карина. Красивая девушка. Она снимает влоги, аутфиты, макияжи. Поэтому обязательно посмотрите под моим видео. Будет ссылочка на канал Карины и, в общем, подписывайтесь на нее. Я думаю, эта тема будет полезна тем, кто собирается на море, потому что в этом видео я планирую показать вам свои средства для загара, после загара, от загара и вообще все, что находится в моей пляжной сумке. Сумки у меня каждый раз новые. Я покупаю самые дешевые сумки на пляже, либо на базарчике каком-нибудь в том городе, куда мы прилетаем. Потому что, на самом деле, я считаю, это сумки одноразовые, так как они пачкаются в масле, их затирает песок, их пачкает пляж. Это одноразовая сумочка, которую я попользуюсь сейчас на отдыхе, а затем я ее просто либо здесь кому-нибудь подарю. Если она останется целой и невредимой, а если нет, то я ее просто выброшу. Поэтому я купила ее недорого, наверное, за 50 рупий на рынке. Это буквально 1 доллар. Я считаю, что это выгодное вложение, и сумка достаточно большая. В принципе, качество, конечно, на двоечку, но зато я беру ее с собой на пляж, и мне не жалко, если она испачкается. Вначале я бы хотела посоветовать девушкам, которые любят загорать. Если вы действительно любите загорать, то лучше всего начните загорать еще в вашем городе, в солярии. Это подготовит вашу кожу, загар будет ложиться более ровным, и вообще будет красивее, на самом деле, чем вы белая приедете и будете на пляже загорать. Потому что у меня, на самом деле, дома нет времени, чтобы хотя бы 3 раза или 5 раз сходить в солярии перед морем. Поэтому я приезжаю беленькая такая, как всегда, сгораю. В этот раз я не сгорела, кстати, потому что я пользовалась SPF 30-кой. Вот, и начну с этого. В общем, когда вы приезжаете белый, вам нужно первые 5 дней, там, кому 3 дня сначала хорошо защищаться. SPF защиты, там, кто-то берет 50, кто-то берет 30, 20 и так далее. Я взяла в этот раз 30 линейок для тела и для лица. Если честно, я всего 2 раза попользовалась кремом для тела, для лица. SPF 30-кой я пользуюсь до сих пор. Крем, в принципе, очень хороший. Мне понравилось, что здесь ненавязчивый запах. Крем такой, знаете, плотный, белый, но он распределяется очень быстро по телу, то есть быстро впитывается и равномерно не липнет потом ничего. Он хорошо увлажняет кожу. Мне нравится, как он увлажняет. Я думаю, он подойдет не только для пляжа, но и для города, если вы пользуетесь с SPF защитой, и пору он не забивает. Это мне тоже очень нравится. В общем, я довольна этим кремом. Еще пользуюсь прекраснейшим маслом от фирмы NUX с SPF защитой 10. Это масло подходит для тела и для лица. Я использую это масло только на тело. Мне оно безумно нравится. Мне нравится, во-первых, его солнечный запах. Очень ему приятно пахнет. Еще это масло быстро впитывается, тоже как бы нету, знаете, такой жирности на коже. Плюс ко всему загар тоже очень красиво ложится. И к тому же это масло богато витаминами, разными микроэлементами, экстрактами и так далее. Мне это тоже безумно нравится. Состав, в принципе, вы можете погуглить и подсчитать. В принципе, заменить это масло вы можете обычным кокосовым маслом. Если вы уже позагорали, вы можете смело использовать кокосовое масло. Вообще, кокосовое масло я очень люблю. Оно универсальное, оно подходит и для волос, и для тех. Также это масло можно использовать как средство для загара. В таком масле, как правило, содержится примерно SPF 8. Сейчас на рынках очень много поделок кокосового масла. И как различить поделку от настоящего кокосового масла? Поставьте просто ваше кокосовое масло в какое-нибудь место, где температура воздуха ниже 25 градусов. Масло сразу застынет, ну, там буквально через час, через два масло застынет и станет просто белого цвета, такое густое, стоячее. Соответственно, если вы его потом поставите в место потеплее, оно растает и, в принципе, при этом свойство не теряется. Вы можете спокойно пользоваться ими, но это доказывает как бы его оригинальность. Когда после пляжа я прихожу домой, принимаю душ, тело я увлажняю обычным лосьоном детским для тела от фирмы Гималая. Особенно эта марка известна в Индии, потому что в производе, собственно, это все в Индии. Мне понравилось, что здесь большой объем, дозат. В принципе, лосьон очень приятный, тоже запах очень ненавязчивый, потому что это все-таки детская продукция, впитывается быстро, кожа увлажняется. Еще, конечно же, в сумочке я ношу с собой Carmex. Это обычный Carmex, бальзам для губки. Я его просто обожаю, это мой must-have лучше, чем Carmex. Ни одно средство мне так не увлажняет губки, поэтому я его просто люблю и всем советую. Обожаю Carmex. С собой на пляж я обязательно беру санитайзер. Я думаю, вы все знаете, что такое это. Дезинфектор для рук, 99% он типа убивает микробы. Конечно же, не только на пляж. Я это средство беру практически везде здесь с собой, потому что как-никак Индия, и каждый раз я им протираю руки. Обожаю это средство, не только этой марки, и вообще любой марки. Я санитайзер очень сильно люблю. Ну, конечно же, я беру с собой очки, но это просто одни из любимых. Вы все их уже видели миллион раз. Еще с собой беру расческу Tangle Teaser. Это компактная версия, ее тоже вы видели. Мне нравится, что зубчики закрываются. То есть, ну, все, в общем-то, компактно и красиво. Еще на пляж я постоянно беру с собой iPad. А знаете, почему? Потому что мне очень удобно работать в iPad, потому что здесь большой экран. Мне нравится смотреть Instagram через iPad, потому что фотографии классно раскрываются. Сайты классно читать, потому что все сразу на большом экране, и шрифт побольше. Но вообще обожаю iPad. В телефоне уже после iPad, конечно, к телефону по-другому относишься. Ну, еще я читаю здесь книги. На данный момент я уже писала об этом в Instagram. Я читаю Walk Soul Street. Безумно нравится эта книга. Фильм посмотрела потрясающе. Люблю DiCaprio. И нравится, в общем, книга. 100 лет одиночества. До встречи с тобой. И 50 оттенков серого. Вот. Я не читала до этих книг. Многие спрашивают, где я качаю книги. Знаете, я не знаю. Я просто выбиваю в Google название книги, которую я хочу прочитать. И пишу, скачать бесплатно для iPad. И нахожу, в принципе, эту книгу без проблем. Качаю. Вот как-то так. И вот это, в принципе, все, что находится в моей пляжной сумке. Надеюсь, вам было полезно это видео. Понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте заглянуть на канал Карины. Ссылку на ее видео я оставлю под этим видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok